А молодому учиться особенно. Это, конечно, такая как бы стандартная, простейшая рабочая репетиция. Еще мы проверяем все, еще актеры пристраиваются друг к другу. Режиссер выбегает на сцену и чего-то корректирует. Честно говоря, всегда так у меня это происходит, хоть я отчетливо понимаю, что надо его уже оставить в покое, дать им подышать, дать им поразобраться уже с Гоголем один на один, но не выдерживает чего-то внутри, поэтому выносит на сцену. Пошел, тяни! Пошел, тяни! Я очень быстро привязываюсь к актерам Перикальский. Гоголь работает убедительно, интересно. Наверное, бы это интересно было увидеть, но в репетиционном моменте, в моменте, когда это все создавалось. Его индивидуальность, его психофизика заставила нас придумать несколько гротесковые решения. Именно поэтому карлик, поэтому урод, поэтому человек без глаз, поэтому такой странный факт, как бы взаимоотношения с партнерами, такой странный небытовой способ существования. Потому что Гоголь сложен, многогранен, и Гоголь не бытовой драматур. Основной сложностью был Ихарев. Мне надо было понять, кто это. Ихарев. Лысый Григорьев. Это тоже, кстати, можно увидеть вот в тех кадрах репетиции. Он показался мне какой-то такой тоже, как бы, лысо-гоголевский, что называется. Вот эта странность, на первый взгляд, типажа, она свойственна, как мне думается, вообще драматургии Гоголя. Я очень рад, что Григорьев это услышал внутри себя, и это легло в основу его взаимоотношений и с Гоголем, и со спектаклем. Каков год приняли обстоятельства, а? Психофизика путевца, его осторожность, его интеллигентность, его, как бы, актерская убедительность, она меня, в общем, как бы, ввела к решению того, что это утешительный, что это человек, который способен, как бы, спрятать все, что есть родного, закрыться за актерскую маску. Вовсе нет, это инструмент, это повод. Они ведь игроки в другом, они утонченно строят психологическую модель, используя человеческий порог, на который попадается каждый из нас. Видите, поэтическим эпиграфом Гоголь замечательно написал «Дела давно минувших дней», а пьесе 150 лет на одну секунду. Гоголь пишет пьесу о другом, о некоем нравственном законе, о формуле нравственного закона. Гоголь пишет пьесу о другом, о некоем нравственном законе, о некоем нравственном законе, о некоем нравственном законе. Гоголь пишет пьесу о другом, о некоем нравственном законе, о некоем нравственном законе, о некоем нравственном законе. И когда ты это начинаешь понимать, работать становится просто замечательно. Тяжело, конечно, потому что человек он требовательный, расслабляться он не давал ни на одной репетиции. ПЕСНЯ 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 Побольше хорошей работы, а следовательно, если у меня будут хорошие работы, значит это будет достоянием нашего театра. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ